В Одесской областной футбольной ассоциации во время карантина бросили все силы, чтобы помочь нашим легендам, ветеранам, которым сейчас опасно даже выйти на улицу. Им по домам разводят гуманитарную помощь. Для этого организовали сбор благотворительности. Мы всегда с ветеранами футбола раз в месяц. Мы чествуем своих ветеранов, именинников. Но учитывая то, что сейчас карантин, мы решили, плюс они в зоне риску, и очень многие люди остались сами. У нас самому старшему ветерану, правда он в Америке, я ему передаю привет, Матвеле Леонтьевне Черкасскому, 96, мы с ним поддерживаем связь. Эдику Лучунову большой привет тоже тем американским нашим. А здесь Валентин Ильич Блиндер, Чеботарев, тех, кому за 80-85 шутки. И мы решили, это уже не первый раз, объехать в связи с праздниками прошедшими. Кое-чем, чем можем, тем поможем. Это уже не первая подобная акция футбольного сообщества с начала пандемии. Помощь получили более 30 ветеранов в возрасте старше 60 лет. В доставке продуктовых наборов принимали участие такие известные футболисты, как Игорь Шуховцев и Алексей Гай. Мы сейчас находимся в непростое время, и что очень важно, мы не должны забывать помогать не только своим близким, а и тем людям, которые на сегодняшний день способны выходить или как-то чувствуют в ком-то помощь. Поэтому мы всегда должны помнить прошлое, потому что без прошлого нет будущего. И всеми силами хотим показать то, что мы помним о людях, и главное быть ближе друг к другу и поддерживать. Поддержку получили такие легенды черноморца ИСКА, как Паркуян, Альтман, Зубков, Чеботарев, Шуйский, Блиндер, Масловский, Шиманович, Дегтярев и многие другие. Вот это, что сделали, это просто великолепно. Не все этого ожидали, может быть. Ну, а когда приходят домой, то очень приятно это все видеть и то, что делают. Я выдерживаю все эти правила, которые пишут, то я все выполняю их. У нас общественные люди очень золотые. Вот Григорий Ефимович Бибергал. Забота идет о ветеранах. В это трудное время, это сразу проверяется человечность, отношения. Можно тоже поблагодарить. И всем ребятам я желаю, всем ребятам. Мы перезваниваемся, желаем здоровья, поддерживаем. Мы же одесситы. Если мы улыбаемся, значит это уже хорошо. Вопреки ожиданиям, подобную помощь одесским легендам оказывает не клуб «Черноморец», а футбольная общественность города и области. Мне больно говорить, что черноморец, как нынешний, даже не обращает внимания на них. Но им это не надо, мы одесситы их все любят. И это самое главное. Это очень прискорбно, конечно. Такое состояние черноморца, до которого довели руководство. И сама жизнь. Все это показывает еще раз и еще раз, что во всех отраслях должны быть профессионалы. Кадры решают все. Кроме того, в областной ассоциации запустили программу видеоуроков по футболу, в которой присоединились и ветераны. Они дома тренируют внуков, которые не могут ходить на тренировки, также из-за карантина. Со своим мальчиком я работаю дома, каждый день. И он у меня и бегает, и, как говорится, занимается жонглерством. Жонглирует все, как положено. Обводит, меня обводит. Ну, в общем, у нас стенка приличная. Он бьет в стенку с левой, с правой. Научился с двух ног, бьет хорошо. Я доволен. Мы выходим, мы сначала бегаем 20 кругов вокруг дома, потом мы прыгаем, потом делаем рывки большие, а потом просто с мячиком работаем. А напоследок сами ветераны, участники акции, передают приветствие и слова поддержки своим коллегам и друзьям из других городов и стран. Я хочу передать привет всем тем ребятам, которые играли в футбольном клубе «Шахтер» в Донецком. Передать им привет, чтобы они берегли себя, берегли своих близких и приезжали в Одессу, потому что в Одессе я нахожусь как дома. Сбор средств для последующих акций поддержки ветеранов продолжается. Подробности можно найти на сайте ассоциации в соцсетях. Дмитрий Богомолов, Константин Ищерет, телеканал «Репортер».